Мы относительно хорошо себе представляем, из чего состоят наши клетки, то есть мельчайшие частицы живого. Это в основном вода, немножко всяких неорганических солей, тот же натрий-хлор, какие-то витаминки и, конечно, углеводики, жиры и белки. Но в 1868 году швейцарец, работавший в Германии, Йохан Фридрих Мишер, выяснил, что есть кое-что еще. Эти вещества, которые он обнаружил, он сначала назвал нуклеиновыми кислотами, когда он выяснил, что они имеют слегка кислохимическую реакцию. Довольно интересная история, как он их добыл. Йохан Фридрих Мишер договорился с местной больницей, которая поставляла ему бинты, извините, обильно смоченные гноем. А что такое, по сути, гноя? Это жидкости, которые содержат очень много лейкоцитов. Лейкоциты – это клетки, которые ползают по нашему телу, пожирают бактерии, которых находят, и всякие инородные вещества. Соответственно, лейкоциты – это клетки иммунной системы. И у этих лейкоцитов довольно заметные ядра. И вот, собственно, Йохан Фридрих Мишер занимался тем, что разрушал основную часть клетки, так что оставалось только в ядро. И он обнаружил, что в ядре находится некое вещество, которое не поддается разрушению, если разрушать белки. То есть, некое вещество небелковой природы. А поскольку по-латински слово ядро – это нуклеус, то он, соответственно, назвал сначала это вещество нуклеин. А потом, когда выяснилось, что оно имеет кислую химическую реакцию – нуклеиновой кислотой. И, собственно, нуклеиновые кислоты – это как раз большая группа веществ, которым принадлежит и наша любимая дезокси-рибонуклеиновая кислота и рибонуклеиновая кислота. Ну, мы с вами экспериментировать с гноем, наверное, не будем. Можно найти гораздо более приятный объект, чтобы как раз выделить нуклеиновую кислоту. Попробуем? Так, вы возьмите на заметку. Этот способ выделения ДНК довольно вкусный и, в общем-то, довольно простой. И позволит вам научно развлечь ваших детей на отдыхе. Сам этот способ выделения ДНК из клубники я вычитала в книге Александра Панчина. Вот она, «Сумма биотехнологий». Как и где я вычитала этот способ, Саша Панчин лучше спросить у него. Но да, проверено, это работает, и это довольно вкусно. Давайте начнем. Нам потребуется обычная клубника. Можно с грядки, можно из ближайшего супермаркета. Удобнее всего брать уже замороженную клубнику. Во время заморозки кристаллы льда, которые образуются внутри клеток, плодов клубники, разрывают эти клетки на куски. И мы избавляем себя от очень большой части работы по как раз выделению клеточного сока. На самом деле, довольно удобно. Но, в принципе, если вы хотите, вы можете просто взять клубнику с грядки и отправить ее в глубокую заморозку на несколько часов. За это время как раз лед сделает всю работу за вас. Нам потребуется, естественно, тара, два стакана, ситечка, фильтр от кофе, от кофемашины, вот обычный подойдет, или фильтровальная бумажка, или марлечка. Удобно использовать соломинку, чтобы аккуратно наливать. И еще парочка ингредиентов. Это концентрированный, стопроцентный ананасовый сок. Ананасовый сок содержит фермент бромелайн, который разрушает большую часть белков в клетке. Можно взять свежий ананас и на чеснокодавилке надавить его, но с ананасовым соком гораздо проще. И самый главный ингредиент – это спиртосодержащая жидкость. Дети, алкоголь еден для нашего здоровья. Честно, обещаю, что приготовленный коктейль я уже. Итак, первый этап – это мы берем нашу замороженную клубничку и накладываем ее в нашу химическую посуду. Кухня – это лучшее место для химиколюбителя. Можно ее аккуратнее кускать, можно неаккуратнее. И заливаем ее ананасовым соком. И в таком виде оставляем ее немножко подтаять. Примерно через час наша клубника оттаивает, дает сок, а бромелайн начинает потихонечку действовать на клеточные стенки и разрушать их. Ну и вообще остальные белки в клетке. И вот в этот момент мы берем вилку и аккуратно додавливаем наши ягодки, чтобы как раз побольше содержимого этих самых ягодок, чтобы они были более туманерные и побольше перешли в раствор. Раствор начинает постепенно мутнеть, и это хорошо. И вы видите, кстати, образуется вот такая характерная пенка по краю. Это означает, что мы все делаем правильно. Их аккуратно разминаем. У нас вообще канал в музее термских древностей решил перестроиться в канал с котиками, с кулинарными рецептами. Кому нужна наука, а котики и кулинарии нужна всем. Сейчас мы берем сито и второй стакан и процеживаем. А сейчас нам потребуется осторожненько по стеночке добавить спирто, содержащую жидкость. Она содержит примерно 70% спирта, и это довольно неплохо подходит, менее концентрированно и подходит гораздо хуже. Вот мы берем соломинку, опускаем ее в бутылку высокую, зажимаем пальцем и осторожно переносим стакан. Мы ее отпускаем, и оно по стеночке под кулок. Таким образом мы должны создать слой спиртосодержащей жидкости, достаточно большой, чтобы была видна граница слоев. Сейчас с разных сторон. Сделать вот такой. Да, и вот сейчас большая проблема, как это снять на камеру. Глазом уже видно, а на камеру не очень хорошо видно. Ну, и чтобы нас не объединили в пропаганде алкоголя среди несовершеннолетних, вот этот спиртосодержащий получившийся коктейль, я честно блесклаю в раковину. Ну, итак, открыли мы нуклеиновые кислоты, и что? Поначалу нуклеиновым кислотам даже не придали особого значения. Биологи были увлечены белками. Белки – это большая группа веществ, которые состоят из аминокислот. Всего аминокислот 20 видов, но из-за того, что они по-разному соединяются в белке, получается их огромное разнообразие. Это как конструктор лего. У нас есть небольшое количество видов деталек, но соединяя их по-разному, мы можем получить и какой-нибудь транспорт, и зверушку какую-нибудь собрать, хоть динозавры, домик для куклы. То же самое происходит и с белками. Из-за того, что аминокислоты по-разному соединяются, в разные первичные структуры, мы получаем разные белки с разными свойствами. Ну, например, самый известный белок – это альбумин, белок куриного яйца. Из него можно пожарить яичницу. Он является запасным питательным веществом яйца, чтобы цыпленок мог развиваться. Из белка кератина состоят наши волосы, а пигмент меланин, он обеспечивает черную окраску, собственно, и человека, и котиков, и защищает, например, нашу кожу от ультрафиолетовых лучей. Большая группа пигментов-антоцианов, они дают красноватую, синеватую и фиолетовые окраски цвета, вот, например, вот этому красавцу. Допустим, инсулин участвует в усвоении сахаров, и если у нас нарушен синтез инсулина, белка, то у нас большие проблемы, потому что тогда развивается заболевание диабет. Ну и есть, например, такой белок, как окситоцин, который является гормоном, и он регулирует наше настроение и наше поведение. Вот когда мы обнимаемся, у нас вырабатывается окситоцин, мы, а да, более радостные становимся. И это лишь немногие их примеры. Белки колоссально разнообразны. Именно белки определяют то, какие мы есть, как мы выглядим, как мы устроены, как мы себя чувствуем. В общем, в белках наше строение. Но лишь немногие задались еще более глубоким вопросом. Окей, если мы зависим от белков, то от чего зависят эти самые белки? Что определяет, какой белок сейчас выработается? Что отвечает на вопрос, вот сейчас мы будем вырабатывать меланин или феомеланин, и будет у нас в итоге котик черный или рыжий? Вот этот вопрос оказался более сложным. Что, собственно, заставляет белки собираться так, а не иначе? Что такое эти самые гены? И вот как раз в классическом современном определении ген – это что-то, что отвечает за определенный признак, а признак – это, соответственно, определенный белок. В общем, довольно быстро установили, что некоторые гены, то самое, что Мендель называл факторами, что они прячутся где-то в хромосомах, в клеточных структурах, которые находятся в ядре. А хромосомы, в свою очередь, состоят из белков, гистонов и некоторых других. И на эти самые белки, как нитка на катушку, намотана ТНК. Для многих ученых в начале 20 века было совершенно неочевидно, что же главное – нитка или катушка, на которую она намотана. Нуклеиновая кислота или белок, с которым она связана, который ее стабилизирует. И это была настоящая полемика в начале 20 века между сторонниками, собственно, нуклеиновых кислот и сторонниками белковой теории. При этом белковая теория считалась даже более прогрессивной, потому что белки – это разнообразные соединения, из которых устроен весь наш организм. Конечно же, казалось, что гены должны прятаться где-то среди белков. И те самые факторы мендельевские – это должны быть какие-то белки, которые как-то особым образом сложены между собой. Но постепенно накапливались факты, которые подтверждали другую гипотезу. Например, во время опытов с бактериофагами, или фагами, как их называют ласково, то есть с такими вирусами, которые нападают на бактерии, стало заметно, что вирусы, по сути, представляют собой практически чистые нуклеиновые кислоты, и они каким-то образом заносят некоторую информацию в бактериальные клетки и заставляют её менять своё поведение, в частности, вырабатывать другие вирусные частицы. Скажем, спасибо вирусам за понимание ДНК, а ещё за наши каникулы вирусные. И таким образом стало понятно, что нуклеиновые кислоты не так просты, как они казались поначалу. После Второй мировой войны молодой доктор биологических наук Джеймс Дьюи Уотсон приехал в Европу, чтобы ответить на вопрос, в чём же кроются эти самые менделевские факторы, те самые гены, где они спрятались, что является их материальным веществом. Некоторое время он работал с теми самыми бактериофагами и обнаружил, что они, по сути, представляют собой чистые нуклеиновые кислоты, а во время одной из конференций он познакомился, что есть такая штука, кристаллография, которая позволяет пучком рентгеновских частиц, которые в то время были большой новинкой, просветить то или иное вещество и получить его очень маленькую фотографию. А, соответственно, благодаря этому можно узнать, как то или иное вещество выглядит на молекулярном уровне. Это его очень сильно заинтересовало. Он уже знал, что таким образом можно и ДНК просветить, и он захотел тоже этому научиться. И тогда дороги привели его в лабораторию, в которой же находился и Фрэнсис Гарри Компстон Крик. Как он описывает Фрэнсиса Крика, что это был очень высокий человек, с очень громким голосом, прям говорящая фамилия, заливисто-смеющийся, у которого постоянные периоды бурных деятельностей и экспериментов чередовались с периодами, когда он надолго впадал в задумчивость, строил умопомрачительные теории, пытался вообще разобраться с тем, что он в результате экспериментов получил, а после этого он тут же бежал проверять свои предположения. К тому времени Фрэнсис Крип уже был известным кристаллографом и известным биохимиком, который очень сильно увлекался как раз расследованием структур белка. И, собственно, Джеймсон Дьюи Уотсон был человеком, который его надумил. Слушай, а давай мы займёмся расшифровкой структуры ДНК. Есть вот такая большая молекула, она довольно просто устроена, но я подозреваю, что в ней как раз сокрыто самое главное. И в это время были ещё несколько групп, которые занимались исследованием ДНК. Например, группа Морриса Хью Фредерика Уилкинса, которая занималась этим же кристаллографическими методами. И в группе Уилкинса находилась ещё замечательный рентгенограф Розалин Франклин. Так получилось, что Джеймсу Уотсону и Фрэнсису Крику попали рентгенограммы, которые сделала Розалин Франклин. Вообще, это довольно спорная с моральной точки зрения история, потому что получилось, что, по сути, они присвоили себе её материалы. Она много времени провела, занимаясь тем, что подбирала наиболее оптимальные условия рентгенографической съёмки. Много, собственно, сил на это положила. И, в общем-то, есть подозрение, что и здоровье у ней тоже из-за этого пошатнулось. К сожалению, Розалин Франклин умерла в 1958 году от рака. Хотя она была довольно серьёзной женщиной-учёным, она исследовала вирус полиомиелита, например, и в том числе и благодаря ей мы сейчас можем вообще забыть, что это за заболевание такое. Но так получилось, что до всемирного признания она немножко не дожила. В 1953 году Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон написали статью о структуре дезокси-рибонуклеиновой кислоты, заметка буквально на двух страницах, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Это всё-таки заслуга Уотсона и Крика. В том, что, получив на руки конструктор от самой природы, они разобрались, как эту уйму разнородных деталей собрать и как это всё в итоге работает. Собственно, в 1962 году они получили Нобелевку за открытие, касающееся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значение для передачи информации в живых системах. Ну, проще говоря, за то, как это скручено и как это работает. Ну вот давайте мы попробуем разобраться, как собрать эти кусочки во что-нибудь полезное. Скажу, что вот этот конструктор вы можете найти на Фингиверсе, если у вас есть 3D-принтер, вы можете, пока вы сидите дома, распечатать его и дать детям такой оригинальный научный конструктор, который надолго их займёт. Итак, у нас есть остатки дезокси-рибозы и у нас есть остатки фосфатные, которые одинаковы по всей ДНК. Они у нас отдельной кончикой. У нас есть азотистые основания, вот они разные между собой. Это аденин, тимин, гуанин и цитозин. И вот как раз с этими азотистыми основаниями связаны были основные сложности, как они между собой располагаются. Ещё до Отцена и Крика Чарграф выделил так называемое правило Чарграфа, согласно которому количество аденина в клетке всегда равно количеству тимина, а количество гуанина всегда равно количеству цитозина. Но почему это так было сильно неочевидным до тех пор, пока, собственно, не стали представлять себе структуру дезокси-рибонуклеиновой кислоты. И вот это как раз в основном заслуга Фрэнсиса Крика, который был специалистом по пространственным структурам белков, физиком по образованию, который очень поздно увлёкся биологией. Ну что, сейчас мы тоже попробуем собрать это всё в единую пространственную структуру. Мы видим, что у этих самых азотистых оснований есть возможность образовывать химические связи. Тут это на модели условно представлено как дырка и штырь, который можно соединить между собой. При этом у кого-то всего возможность для двух химических связей. Одна дырка и один штырёк. А у кого-то есть возможность образовать три так называемые водородные связи. Вот здесь два штырёчка и одна дырка. Хорошо. Ещё мы видим, что они немножко отличаются между собой. У некоторых структур напоминает два колечка, а у некоторых одно колесо. Вот это пуриновые и пирамидиновые основания. Главное предположение Францисса Кривка состояло в том, что эти самые водородные связи определяют как раз пространственную структуру дизоксия и монуклеиновой кислоты. Вот как раз водородными связями между собой соединяются аденин и тимин. И соединяются между собой гуанин и цитозин. Отлично. И теперь, если мы к этому всему присоединим фосфатные остатки и остатки сахара, дизоксирепозы, у нас начнёт собираться моделька. Не с первого раза, но это получится. Вот мы собрали одну пару. И сейчас соберём следующую. На этот раз гуанин с цитозином. Отлично. И теперь соединяем две этих перекладинки между собой. Отлично. Вот так. Вот так. Дальше. Попробуйте вот этих. А они получатся, потому что здесь разное количество химических средств. Хорошо. Возьмём ещё парочку. И у нас осталось последнее напечатанное на 3D принтере пар. Ура! готова и мы видим что если мы все это собираем у нас получается лесенка которая идет вверх и закручивается вокруг своей оси так называемая форма двойного антипараллельного винта которая обычно для красоты для краткости чаще называют двойной спиралью а если мы продолжим также собирать наш компьютер конструктор напечатаем на 3d принтере еще больше нуклеотидных пар то у нас в итоге получится примерно вот такая структурка вот она спиралька знаменитая и вот эти самые пары аденин тимин цитозингуанин и так далее они собственно образуют вот эту самую устойчивую структуру за счет связи между атомами водорода между собой так называемые водородные химические связи которые редко проходят школе на уроках химии но они играют важнейшую роль в нашей с вами жизни и эти самые водородные связи могут между собой их можно как бы разрезать для этого есть специальные ферменты специальные белки в клетке которые заставляют двойную спираль раскручиваться и разделяться на две половинки а именно с этим связан как раз основной механизм копирования двойной спирали половина в одну сторону половину другую и потом они достраивают недостающие половины по каждой по каждому отдельному по каждой отдельной части этой лесенки разобрался не только как она устроена но и как она работает он как раз предложил основные положения механизма работает из окси рипонуклеиновой кислоты он предположил что информация о том какой сейчас белок построить она как раз закодирована в днк методом триплетов то есть трех оснований раз два три трех ступенек вот этих соединенных между собой рнк полимераза забирается в ядро там считывается одной половинки вот этого двойного винта двойной спирали как последовательность идущих оснований а он считывает их потроя и соответственно таким вот образом она переписывается или транскребуется и этот фермент синтезирует так называемую рибонуклеиновую кислоту или рнк рнк отличается от днк тем что она не соединена в двойную спираль она одиночная нить это одиночная нить легко выходит из ядра в цитоплазму а уж там на нее садится такая маленькая наномашинка рибосома у нас этих рибосом в каждой отдельной клетке буквально сотни тысяч и они как раз занимаются биосинтезом белка эти самые рибосомы садятся на информационную рнк то есть на ту самую рнк которая была считана с одной половинки двойной вот этой спирали двойного винта и начинают то что они получили читать читают они по трем основаниям каждые три основания образуют триплет то есть вот как раз эту систему считывания потроя и каждый триплет соответствует одной аминокислоте одна аминокислота это маленький кирпич из которой состоит белок и вот таким образом рнк догадывается как именно строить этот конкретный белок по сути эта программа в духе себя сейчас воткни сюда вот эту аминокислоту потом воткни вот эту потом воткни вот это потом воткни вот это и именно последовательность аминокислот определяет какой у нас в итоге белок получится получится у нас меланин который делает наши волосы черными или вот какой-нибудь вот такой вот антоциан который делает лепесточки красными и фиолетовыми по сути между собой эти белки отличаются последовательностью аминокислот, а последовательность аминокислот кодируется в информационное РНК, а информационное РНК берется путем переписывания дезоксий- либо нуклеиновой кислоты. Сложно, да? Ну, да, это жизнь, она сама по себе непростая. Считается, что триплеты считываются с некоторой конкретной точки, и размер триплета фиксирован, то есть не бывает такое, что вот сейчас мы дочитаем триплет досюда, а потом начнем читать отсюда, и такая вот, чтобы путаница вышла. Всегда строгие конкретные троечки. Кроме этого, предполагается, что одна аминокислота может быть закодирована несколькими триплетами, соответственно, за счет этого повышается помехоустойчивость, даже у нас, если что-то чуть-чуть сломается, есть все равно вероятно, что белок все равно будет синтезирован так, как мы запланировали, а не как-нибудь не исковеркается. Впрочем, иногда бывает, что из-за нарушений, то есть самое ДНК, которые передаются в череде поколений, получается так, что эти самые белки синтезируются с нарушениями, с какими-то изменениями их функций, это то, что мы называем мутацией. Если, например, вместо одного белка более устойчивого меланина формируется менее устойчивый, то получается в итоге блондины, например, или рыжие. То есть мы все на самом деле мутанты немножко, потому что когда-то очень давно случилась поломка ДНК в одном конкретном месте, и из-за этого изменился синтез черного пигмента, который стал пигментом рыжеватым. Так что мы все немножко мутанты, мы все немножко Люди Икс. Ну и следующее правило, это так называемая центральная догма молекулярной биологии. То, что информация всегда передается, хранится в ДНК, для реализации перезаписывается на РНК, на рибонуклеиновую кислоту, а уже из рибонуклеиновой кислоты рибосома собирает белок. И никогда не бывает такого, что вот у нас был белок, и из него тут же информация передалась в ДНК. ДНК – это структура, которая предназначена для хранения и передачи вот этого самого хранения. Но сама по себе ДНК в клетке не работает активно. Напрямую из ДНК белок не считывается. Это два важных следствия. Еще одно важное следствие из вот этого открытия – то, что у жизни есть универсальный язык. Это, собственно, как раз язык нуклеиновых кислот и язык белков. И точно так же вот эти самые триплеты, они одинаковые и у какой-нибудь бактерии, и у какого-нибудь синего кита, и у человека. У нас у всех в наших клетках, в нашей ДНК триплеты устроены одинаково. Мы все говорим на одном языке. И если один и тот же триплет соответствует одной и той же аминокислоте, это происходит у всех живых существ. Из этого следует очень интересный практический вывод. Если мы возьмем какую-нибудь последовательность ДНК у одного организма, вырежем ее, а есть химические механизмы, которые позволяют это делать, вырежем кусочек ДНК одного организма, засунем в другой организм, то там он будет работать точно так же. Другой организм это поймет. Собственно, так называется генетическая инженерия, благодаря которой получаются замечательные штуки, генно-модифицированные организмы. Да, это видео содержит ГМО, бойтесь его, а лучше не бойтесь. ГМО ничуть не более опасно, чем любые другие, собственно, организмы. Генетически модифицированные, генетически не модифицированные, в общем-то, если они не вызывают у вас аллергии, то или не кусают вас, или не едят. В общем, они довольно безопасны. Сама по себе технология генетической инженерии не является чем-то опасным, страшным, и более того, в природе это и так происходит. Самые известные генетические инженеры, это, конечно, бактерии и вирусы. Вирусы, тот же вирус гриппа, например, с удовольствием заглядывает и встраивается к вам в ДНК, в ваш геном, потом аккуратненько устраивается назад. И это происходило миллионы лет до того, как родились люди, и даже такие люди, как генетические инженеры. Поэтому это процесс такой же природный, такой же очевидный, как любой другой. Вот. Таким образом, знание генетики позволяет, и главное, знание ее фундаментальных основ, умение проникать в самые недра жизни, позволяет нам не просто удовлетворять любопытство, а получает, например, организмы с заданными нам, с нужными нам свойствами. Самое простое применение, самое важное, пожалуй, это тот же самый геноинженерный инсулин. Вот представьте-ка, я уже говорила, что есть такой белок, такой фермент, который отвечает за усвоение сахаров. Если с ним какие-то проблемы, какие-то поломки, то организм очень сильно болеет и разваливается, у него случается сахарный диабет. Но если мы будем получать необходимые дозы этого самого инсулина путем впрыскивания его в кровь, то да, мы будем в общем-то внешне здоровыми. Но как обзавестись необходимым количеством инсулина? Если каждый раз его убрать из какого-то живого многоклеточного организма, это будет очень-очень много страданий. Но мы можем поступить гораздо проще. Взять ген, который отвечает за производство белка инсулина, вырезать его, вставить в геном бактерии, бактерию не жалко, и пускай она нам инсулин синтезирует, люди будут здоровы, люди будут счастливы, потому что они получат много геноинженерного инсулина. Генная инженерия – это то, что спасает жизни. Так что, если вы видите наклейку без ГМО, не спешите ей радоваться. Гораздо больше полезно. Другие наклейки, например, скидки, распродажи. Желаем вам здоровья, желаем, чтобы никто не покушался на ваш геном, чтобы коронавирусы, которые содержат РНК, вам в организм не залезали, а вы сидели дома, отдыхали, учили генетику, ну и немножко опыты интересные проводили на ваших кухнях. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok